Пик заболеваемости шестой волны COVID-19 пришелся на начало сентября, сообщили специалисты регионального Роспотребнадзора. Тогда в крае фиксировали по 750-760 случаев инфицированных в сутки. Прошлая неделя показала, ситуация начала стабилизироваться. Если в начале недели было 751 случаев, в течение недели отмечалось ежедневное снижение, и вот за вчерашний день было 730 случаев. Сейчас стабилизация с некоторым вот уже тенденцией к снижению. Но цифры по заболеваемости по-прежнему высокие, меры профилактики никто не отменял. Кстати, жители края в сентябре рассказывали, что симптоматика ковида шестой волны якобы немного поменялась. Многие отмечали у себя тошноту, рвоту, расстройство кишечника. Однако инфекционисты не считают эти симптомы новыми. В принципе, проявление поражения желудочно-кишечного тракта мы отмечали в предыдущие волны. Какие-то новые симптомы или особо определяющие тяжесть болезни в эту волну мы также не отмечаем. Особенность ее сохраняется в том, что подавляющее большинство – это пациенты амбулаторного этапа, оказания медицинской помощи, то есть болезни, которая протекает в легкой и средне-тяжелой форме. Основная тяжесть все-таки падает, патологического процесса падает на органы дыхания. Специалисты говорят, что наряду с ковидом люди сейчас болеют ОРВИ, а вот энтеровирус нынче активен гораздо меньше, чем в предыдущие годы. К слову, с такими симптомами, как рвота, тошнота и расстройство кишечника, взрослые чаще всего справляются самостоятельно. А вот за детьми надо следить. Кишечная инфекция, ну, наверное, так скажу, в общем, какой бы идеологии она ни была, она чревата последствиями в большей степени для детей. Очень быстро наступает процесс обезвоживания, который тянет за собой ряд патологических состояний, угрожающих жизни. Поэтому в данном случае никаких промедлений быть не должно. Между тем, в Роспотребнадзоре отметили, что в крае сейчас наблюдается не только стабилизация по заболеваемости ковидом, но и по ОРВИ. И в ближайшее время число больных продолжит снижаться.